Да, и вернемся непосредственно с Курска и Курской области. Заход вооруженных сил туда. С этого давайте начинать. Это топ-тема. Есть уже там определенные детали. Военкоры российские говорят, что опять идут колоннами, которые периодически уничтожаются, россияне, чтобы выбивать ВСУ. ВСУ вроде как окапывается где-то, но по крайней мере они увидели. Вместе с этим мы видим вот этот вот рейд, о котором западная пресса пишет как о скорее политическом, чем военном. Ну понятно, что для военных действий есть военные эксперты. Одни мнения разделились, кто говорит, что вот смотрите 350-450 квадратных километров. Другие говорят, да успокойтесь, идет достаточно комфортное продвижение мобильных групп по дорогам, по трассам, вдоль как-то заходы ДРГ. То есть такая вот идет полудиверсионная, полупартизанская операция. Но это оставим военным экспертам. Давайте политическое значение похода на Куртскую область обсудим. Вот все равно ощущается такой, знаете, вот как оскомина на зубах. Как только все заговорили о мире и переговорах, там летит ракета в Ахмадет и, собственно, это все выставляется, преподносится, как определенный срыв. Проходит какое-то время, ну и, соответственно, дальше идет вот этот тренд, он прослеживается, Зеленский меняет риторику. И тут такая операция. И Ермак вышел, говорит, нет-нет-нет, все по-прежнему, то есть никаких территориальных уступок, репарации, 91-й год, в общем, ничего. Вот такой у нас план. Ну, смотрите, то, что для США было неожиданностью, вот мы это, в принципе, считываем из информпространства. Так, а реальные смыслы, цели и задачи, не военные, а вот именно военно-политические, политические, как вы считали, зачем нам идти на Курскую область, когда каждый день теряем по селу на Донбассе? Вопрос Александр мне задал где-то минут на 30 программ. Саш, единственная просьба, ты коснулся в своем, как бы, анализе ситуации и, как бы, в неком вопросе, коснулся там одной темы, интервью Ермака и какие-то противоречия по сравнению с интервью Зеленского. Давай, как бы, это отдельная полутема, этому надо уделить внимание, об этом тоже сейчас все говорят, и я тоже на этот счет выскажу, как бы, свое мнение. И, как бы, вернусь пока к Курску. Итак, первое, с чем я не согласен, Саш, ты же знаешь, я всегда говорю то, что я думаю, и не пытаюсь понравиться той или иной категории экспертов, зрителей и так далее. Итак, первое, с чем я не согласен, с разделением на военную, так сказать, цель и задачи и на политическую цель и задачи. Это же не игра в солдатики, не игра в, значит, в крестики-нолики или в морской бой. Идет большая война, поэтому военные цели, политические цели, информационные, психологические, гуманитарные, любые цели, так сказать, они входят в комплекс задач, которые решают сегодня государство. Это первое. Поэтому я бы не разделял. Там у нас это, а тут у нас это. Второе. Ты нашел противоречие, что, мол, в общем-то, вот только-только заговорили о мире, а мы тут как бы понеслась. Никакого противоречия как раз именно потому, что уже никто не сможет в мире остановить процесс подготовки мирного саммита. Именно в этот момент Украина приняла абсолютно верное и правильное решение. Я думаю, что это самое успешное военно-политическое решение, ну, за последний год как минимум. Со времени не очень удавшегося контрнаступления. Два часа. А в чем успех? Пет, подождите. Саш, если ты меня не будешь перебивать 5-7 минут. У нас расходятся на мемы фразы с пивака, там, блестящая операция, там, потрясающий успех. Так а в чем? Сейчас все объясню. Я же, ну, послушайте, ну, вы меня не перебивайте, я сейчас все разложу. Вы же знаете, друзья, что со мной можно не соглашаться, но меня нельзя обвинить. Меня нельзя обвинить в непоследовательности и в том, что я не стараюсь аргументировать. Я сейчас все объясню, в чем она блестящая, почему, и в чем военный громадный смысл этой операции, и в чем эта операция изменит подходы к мирным переговорным процессам. Итак, несколько фактов назову, просто медицинских фактов. С начала Второй мировой войны впервые вооруженные силы иностранного государства пересекли границу российского государства. Отсюда возникает вопрос, пересечение границы государства – это угроза государству или нет? Это уже та красная линия, за которой Путин страшный, ужасный и которого боится весь мир, или это еще не та красная линия. Это вопрос для Запада, они боятся этой пресловутой ядерной дубинки, у них это в генокоде. Я их понимаю, оно прошито у них там глубоко, потому что Карибский кризис, потому что многие живы, многие переживали, потому что за последних 50 лет создали сотни фильмов, апокалипсисов, фантастических фильмов, менее фантастических о ядерной войне, о том, что значит все, земля будет пустая и так далее. У них там на Западе есть этот страх, ничем его не выковыриваешь, и тут мы, так сказать, не знаем. И тем не менее, мы перешли границу. Следующий аспект. Эта операция, на мой взгляд, опять же, это же моя точка зрения, продемонстрировала всему миру и дала абсолютную политическую пощечину Путину и унизила лично Путина вместе с его всеми ультиматумами. Более того, третьи сутки молчит Китай, третьи сутки молчат все партнеры Путина по восточной коалиции. Неужели никто на это не обратил внимания? Они не знают, что говорить, потому что они тоже поверили в некое такое всесилие, так он себя вел последние несколько месяцев, раздавая ультиматумы направо и налево. А здесь оказалось, что ГРУ, Минобороны Российской Федерации, контрразведка ФСБ, вся система ПВО, все пограничные войска Российской Федерации оказались просто в жопе, вообще не готовы ни к чему. Просто дело в том, что у России огромное количество людей и огромное количество снарядов. Поэтому они за два с половиной года не провели ни одной подобной блестящей операции. Что они делают? Бомбят, Мариуполь с лица земли сравнивают. Или вот так потихоньку-потихоньку танками, солдатами вырывают по 50 метров. Это же мы демонстрируем всему миру и развенчиваем эти мифы. Третье, что очень важно, политически. Я уже сказал, что никто не сможет остановить процесс, коммуникацию, переговорный процесс. Мировая политическая элита приняла решение стараться в этом году потушить два пожара. Говорю об этом в 618 раз. На Ближнем Востоке не допустить войну. И в этом плане, кстати, Вашингтон и Москва коммуницируют. Это отдельная тема. Не буду сейчас отвлекаться. Иран, Шойгу, Америка. Иран вроде уже немножко дал заднюю и так далее. То есть все вместе, всем миром пытаются там как-то договориться. И таким же образом будут решать вопрос о конструкции безопасности в Европе. И мы, понимая это, сегодня каждый хочет занять на переговорах более сильную позицию. Поскольку ты был прав. Когда говоришь, что последние 4-5 месяцев на Донбасском направлении, Харьковском направлении, ну на востоке нашей страны, российская армия имеет определенные тактические успехи. Ну вот Путин и раздухарился во мировом информационном пространстве. Ну неужели никто не замечает, насколько сменилась его риторика за последних 2-3 месяца? Он раздает ультиматумы, он требует, так сказать, на переговоры, не переговоры. Значит, капитуляция не капитуляция. Только так, как он захочет и так далее. Каков должен был быть ответ Украины? Как сказала CNN, телеканал CNN очень интересно выразилось, что, мол, это операция Хурская, значит, да, вот там некая авантюра с неизвестными целями и задачами. О, согласен, авантюра, но она, блядь, удалась, а победителей не судят. Почему удалась? Нет, стойте, в чем удалась? Я только что 4 минуты объяснял, почему. Это что, не объяснение? Это не объяснение. В чем удача? В чем удача? Что мы показали, что там граница пустая, слабая, и можно пройти и зайти дальше? Мы показали слабость украинской власти в России. Это очень важно накануне переговоров и позиции Китая и глобального юга. Ну, мы показали, что 50 ФСБшников сдаются в плен. Мы показали, что мы можем захватить населенные пункты. Мы уже четвертые сутки... Подождите, а где эти населенные пункты? Мы завладели... Подождите, а где эти населенные пункты мы контролируем? Где украинский флаг? Над каким селом? Ну, я не знаю. Так никто не знает. Но и там вооруженные силы Украины сейчас находятся на территории Российской Федерации? Ну, так это захват населенных пунктов? Ну, они там находятся. Там, на российской территории, находится вооруженная сила Украины. И я тоже побывал в Одесской стороне. Я тоже так могу, понимаете? То есть, ну, так... Мы не контролируем населенные пункты. Ты сейчас хочешь отвергать сам факт, что российские специальные службы, силы специальных операций, некие другие, не знаю. Я не знаю, кто принимал участие в этой... Ну, мы этого действительно не знаем. Кстати, тоже хвалю впервые руководство вооруженных сил. Всегда я критикую, сейчас хвалю, что молчат. Вообще не раздают интервью, вообще молчат. Вот так вот, отлично. Скажи мне, мы пересекли границу. Нас не могут оттуда третьи сутки выбить никто. Мы взяли в плен людей. Мы уничтожили определенное количество там, да? Это же параллельно идет с ударами по Морозовску... Подожди, Саша, подожди, не перебивай. Это параллельно идет по уничтожению огромного количества кабов сегодня на аэродроме Липец-2. Это Служба безопасности Украины совместно с ЦСО и, значит, вооруженными силами Украины. Высадка десанта в Николаевщине на Кинбургской косе. Да, высадка десанта, значит, Гуром несколько дней тому назад на Хинбургской. Есть уже видео о высадке десанта на Кинбургской косе. Смотрите, хорошо. Я тебя определил и показал. Но с нами же не идут на переговоры. Я тебя определил и показал. После этого... Кто делает сейчас вооруженные силы Украины для того, чтобы продемонстрировать миру, что на переговоры нужно идти с сильной позицией. И я считаю, это моя точка зрения, что последние вот эти операции, которые я сейчас перечислил, поднимают и увеличивают, усиливают позицию Украины в глазах мира. Но это не так важно. А более важно, что очень ослабляют позицию Путина в лице его партнеров и в лице его окружения. Ослабляют его позицию в будущих переговорах не с нами, а вообще в будущих мировых переговорах о будущем мировом порядке. Потому что Путин последние месяцы стал демонстрировать риторику, схожую с 20-21 годом. То есть он тут вот собирается с Китаями, с Америкой делить мир. Я думаю, что Америка и Китай в ближайшие 2-3 года, полтора-два года продемонстрируют ему, что мир будут делить сами, а ему как бы отрежут определенные ломать бумаги, ломать, так сказать, пирога. И третье, четвертое, я хочу закончить просто с этим. Если кто-нибудь может сказать, что за 2,5 года войны грозные спецслужбы Российской Федерации провели хоть одну подобную операцию, назовите, просто подумайте, сделайте паузу без клише и лозунгов, назовите. Нет. Украинские спецслужбы сделали. Более того, то мы вертолет сбиваем дроном. А это же наше ноу-хау, Саш. Почему мы так не ценим, что Украина открыла миру и мировому военно-промышленному комплексу, а многие десятилетия вперед открыла дроновую эпопею? Сегодня весь мир задумывается о сохранности авиации, о сохранности вертолетного полка. Сегодня весь мир вообще пересматривает, уже начал пересматривать свои доктрины военно-морского флота. Это же Украина все продемонстрировала, у нас нет такого количества ракет, как у России. Нам там дают 3,5 атакам, и то, кстати, позиции Америки, они красавцы-американцы, они фантастические. Пентагон говорит, что ну как бы да, мы тут ничего не знали, вот тут ничего мы не знали, хотя как они могут не знать? А ведь успешные удары наших спецслужб по аэродромам, это же в том числе и заслуга вот этой всей спутниковой разведки. Я разговаривал со специалистами, кстати, скажу вам интересную вещь. Спутниковые подразделения, американские подразделения спутниковой разведки действительно сегодня номер один в мире. Действительно ни Китай, ни Россия вот пока вот близко рядом не стоят. Это признают все военные эксперты. Они далеко вперед, и конечно они помогают. Поэтому точное наведение, поэтому мы бьем точно по складам с боеприпасами, по аэродромам, по самолетам. Причем, Саш, бьем тогда, в ту секунду, когда самолеты не успевают взлетать, значит не срабатывает ПВО, не срабатывает система оповещения российская, не срабатывает система предупреждения российского. Ну как бы мы должны ценить это сотрудничество наших спецслужб и вот то, что нам помогает спутниковая разведка. Но, но, если вы задумаетесь, а наши контрразведывательные спецподразделения, ну слава богу, постучу, нам же удается это все предотвращать. Поэтому я резюмирую. Не бывает у подобных операций чисто военного аспекта или чисто военного аспекта. Это все сочетаемо. Потому что мы идем так или иначе к какому-то мировому форуму, саммиту, к диалогу. А что такое, Саш, диалог? Каждая сторона будет предъявлять свои козыри. Скажи, пожалуйста, все, что я перечислил, можно будет занести в некие козыри в позиции Украины в отстаивании своих интересов? Думаю, да. Отстаивание где и перед кем? Что? Отстаивание где и перед кем? Ну, смотрите. Перед всеми. Ответ, я готов ответ. Очень простой вопрос на этот раз. Простой ответ. Ты не всегда простые вопросы ставишь. Здесь мне повезло. Очень простой ответ. Как, где и перед кем? На всех переговорных площадках сегодняшнего за... Что что? Их нет. Переговорная площадка будет 20 недель на 7. Назовите переговорную площадку с участием России по Украине. Переговорная площадка с участием России по Украине. Называю. Абсолютно невиданный по размаху и объему доселе обмен заключенными. При посредничестве Руперта Мердока, не последнего человека в Соединенных Штатах Америки, близкого к любым властям Америки. И при посредничестве Романа Абрамовича, не последнего человека и близкого к Кремлю. А разве это не показатель наличия диалога и той площадки, где Вашингтон и Москва работают, идут друг к другу на какие-то уступки? Следующая площадка. Два разговора состоялось Ллойда Остина и Белоусова, после чего Шойгу поехал в Иран. И сказал, вы, конечно, там имеете право отвечать Израилю, но мы вас просим как-то так аккуратнее и так далее. То есть Россия к Ирану, Америка к Ирану. После всего Иран выходит, говорит, мы, может быть, тут пересмотрим, смягчим, углубим и так далее, и так далее. Еще один показатель, что Вашингтон и Москва работают, когда им нужно, они работают вместе, чтобы не допустить большую войну на Ближнем Востоке. Идет ли тяжело у них разговор по Европе? Конечно, тяжело. А по Венесуэле тоже тяжело. Но и Украина, Саш, принимает участие сегодня во многих закулисных переговорных процессах. И через посредников в Арабских Эмиратах, и через посредников в Саудовской Аравии. И, наверное, через того же Орбана. Любим мы его или нет? Нравится он нам или нет? Может быть, что-то через Борреля. О чем-то говорил Владимир Зеленский с Трампом. О чем-то говорил Владимир Зеленский с Моди. Надеемся, что премьер Индии посетит Киев в этом месяце. Надеюсь, что визит не сорвется. И так далее. Десятки сегодня встреч закулисных, которые предшествуют переходу вот этого общемирового закулисного переговорного процесса в какую-то официальную часть. Мы это называем второй саммит мира. О котором... И вот сейчас я перехожу... Это отдельный вопрос. О котором? О втором саммите мира. О необходимости приглашать на него Китай. О необходимости приглашать на него Россию. О необходимости найти алгоритм мира к ноябрю месяцу. Обо всем об этом неоднократно в своих интервью последних говорил Владимир Зеленский. Как глава украинского государства. Это официальные месседжи. Официальная позиция президента страны. Что ради сохранения страны. Что территории, ну если на сегодня не удается, значит надо переводить определенные процессы в политическую плоскость. Я даже запомнил одну фразу Зеленского, она мне понравилась. Что дипломатия это тоже вооружение, это тоже оружие. И что да, ну нужно искать, нужно искать компромиссы. Как он сказал, если все хотят, чтобы Россия присутствовала на переговорах, сказал Владимир Зеленский. Ну что ж, окей, мы согласны, чтобы Россия присутствовала на переговорах. Но мир должен быть справедливый, позиция Украины должна быть услышана и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти месседжи последних пару месяцев как бы запускает президент Украины. Вчера вышло интервью Андрея Ермака, главы офиса президента. Ну мы понимаем, что международной политикой в стране занимаются два человека, да. Кулеба, он себе катается, там где-то иногда кукурузу кушает в Африке. Ну это себе такое, да. Есть президент, есть глава его офиса. У них коммуникации с первыми лицами стран и так далее. Вышло интервью. И сегодня многие как бы, да, говорят, вот, а как же это так? Там же есть противоречия. Президент говорит, что у нас будут переговоры. А Андрей Ермак говорит, что нам с Россией не о чем говорить. И что территориальная целостность. И что, значит, мы должны добиваться своих целей и задач. Значит, и что при этом президенте никакого Минска не будет, ну, намекая на какие-то компромиссы и так далее, и так далее. Я не хочу там все сейчас перечислять все основные месседжи интервью Андрея Ермака. Оно достаточно такое программное там. И про телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. О Дональде поговорим отдельно. Вот. И о Минске, как я уже сказал, и так далее. Так вот. И как бы все вот как же так? Как? Что ж происходит? Что ж противоречат один одному? А один другому? Выскажу свою точку зрения. Опять же, свою. Я считаю, что никакого противоречия нет, ни на йоту. А месседжи Андрея Ермака и месседжи Владимира Зеленского не противоречат друг другу, а дополняют друг другу, на мой взгляд. Я немножко знаю, как работает дипломатия, и готовясь к эфиру с тобой, я сегодня поговорил с двумя-тремя дипломатами. С двумя украинскими, один грузинского происхождения, да, а с одним достаточно известным человеком Соединенных Штатов Америки. Мне интересно было послушать, что они скажут, они умеют читать между строк. И я очень рад, что наша точка зрения совпадает. Никаких противоречий, говорит Дмитрий, но они играют нормальные шахматы, а государственные дипломатические, да. Президент как бы выдает глобальные задачи, цели, как глава государства, да, проверяет почву информационную, психологическую, в обществе украинском, как воспринимает Запад, что Россия, как Китай, да. Мы идем к миру, мы готовы, мы к открытых диалогу, мы хотим сохранить страну. Выходит глава Офиса Президента и говорит, что, ну, а наша территория, а территориальная целостность, это наша фундаментальная задача, и сегодня мы не готовы, и Минска тренирует. Нормально, говорит, идет игра на разбалансирование, эти месседжи сюда, эти туда. Ведь Россия, Китай, Европа и США действуют же таким же образом. Выходит кто-то один, говорит одно, потом выходит кто-то другой, говорит немножечко другое. Так умеют действовать в Соединенных Штатах Америки. Посмотри на Кремль. Одни говорят, мы все время хотим переговоров. Ну, то есть Путин уже полтора года, каждый день, говорит, мы хотим переговоров. А потом выходит какой-нибудь Песков или какой-нибудь Медведев и говорят диаметрально противоположные вещи. Но это же не означает, что они противоречат друг другу. Я думаю, ни у кого же нет сомнения, что Песков не может противоречить Путину. Значит, играем. Мысль понятна, да. Играем шахматом, мысль понятна. Я закончу эту мысль. Вот это интервью, оно лишь подтверждает ситуацию, что Украина сегодня находится на пороге принятия каких-то решений мировым сообществом. И Украина требует в публичной сфере от мирового сообщества не забывать об украинских интересах. А чтобы подтвердить свои полномочия или что ли, свой кейс или свои требования, пожелания, собственно, и проведена вот эта курская операция, высадка десантов на две косы, уничтожение самолетов, боеприпасов на стратегических аэродромах Российской Федерации, чтобы подкрепить нашу позицию. Вот я и закруглил большой ответ на твой глобальный вопрос и высказал свою точку зрения. Поэтому все интервью президента Зеленского и тезисы интервью Андрея Ермака играют в одну сторону. Это одна скрипка, одна геополитическая игра. Чем закончится, поживем увидим. Когда и как проведен будет саммит мира? С чем участием? Будет ли там поставлены точки или опять многоточие? Удастся ли в этом году остановить горячую стадию войны или все это перетечет в 2025 год? Саш, здесь мне трудно отдавать оценки. Я могу лишь только спрогнозировать. И спасибо Джозефу Байдену. Впервые я говорю президенту Соединенных Штатов спасибо за нарративы Дмитрия Спивака. Вот. Наконец, меня поддержал и Джозеф Байден, который сказал, что после американских выборов мирно и тихо не будет. Это сказал Джозеф Байден позавчера. А Дмитрий Спивак перед твоим отпуском в твоей программе, давая свой прогноз, и я его готов подтвердить. Говорю о том, что ноябрь, декабрь, может быть, даже перейдет это через рождественские праздники, в Америке колыхнет. Там настолько радикализировано общество, как в 2004 году. Ющенко Янукович. По хрену, чем закончатся дебаты. Общество поделено пополам, электорат поделен пополам со времен гражданской войны. Север-ю. Пол страны ненавидит Трампа, пол страны его обожает. Все закончится с разницей в полтора, там, два процента. Но радикализация американского общества, недовольство половины страны выльется на улицу. И мой прогноз такой, что ноябрь, декабрь будет без власти. На мой взгляд, это уже не Байден, это уже я сказал. Потому что миллионы людей выйдут на улицу. И весь мир будет наблюдать, как первая демократия мира постарается справиться с этим политическим хаосом. Так вот, в эти полтора-два месяца некого без власти, на мой взгляд, ну могут дать, могут запустить механизмы для того же Китаю. Для того же Китая, который подумает вместе с русскими, может быть, а может быть там где-то на Тайване что-то сделать, учудить и так далее. Посмотрим. А тут еще мы. Это же нам с тобой, Саш, хочется, чтобы Украина была номер один в мировой повестке дня. Мы не номер один. Мне давно не хочется, если честно, знаете, вообще не хочется. Мне хочется, чтобы Украина была как какая-нибудь там, не знаю, Словакия, что там Словения. Вообще новостей туда нет, все живут себе там дружно, мирно и все хорошо. То есть, да, вообще не хочется. Хочется как бы и многим, многие как бы солидарты, потому что на фоне усталости, колоссальных долгов, на фоне больших проблем с резервами, с ресурсами, на фоне жуткой мобилизации, вот это наступление на Курск выглядит нелогично, вот с точки зрения линейной логики. С точки зрения нелинейной вы там как бы описали и закруглили. Ну так, давайте другой момент рассмотрим. Это прямо очень важно. Смотри, Саш, извини. Нет, подождите, это прямо очень важно. Василий, во слово тебе отвечу на твой вопрос. Саш, я не готов, значит, я не готов анализировать внешнеполитический ракурс Курской операции, параллели с беспределом ТЦКшником в коррупции в парламенте усталость. Ну, понятно, ну, это все понятно. Ты же попросил меня дать политический анализ ситуации, а хочешь меня свернуть к бытовой эмоциональному ощущению? Оставь эти вопросы там на конец программы, и я все скажу, что я о них думаю. Нет, 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 я вас тут не сворачиваю. Вы неправильно поняли. Я просто к тому, что эйфория от Курска может обернуться тяжелым похмельем и шлепком об землю. Но я продолжаю уже тему геополитическую. Вот смотрите, получается, что мы имеем на выходе. Мы имеем на выходе ВСУ, которая может бить, доставать, делать больно, которая там может даже заходить на территорию, прорываться, удерживать какое-то время, какую-то территорию, да, сейчас там понятно, что россияне героически показывают колонны, которые идут, как бы, да, вот, прогонять ВСУ, но одну колонну уже подбили. Это уже, как бы, есть подтверждение, и даже человека, который утром ехал на машине и снял эту, ну, остатки колонны с телами, ну, вот, с разбитой техникой, к нему уже пришло ФСБ, его уже все как у нас. Ну, то есть, показал, все, до свидания, ну, вот, и занимаются. Правоохранительные органы. Это, это вот очень, очень такой момент. Но тут, ну, мы же, смотрите, мы же исходим из того, все красиво. Но так есть же вторая сторона, что будет предпринимать Путин, потому что, ну, давайте, есть какогорта людей, причем таких, не расистов, не там, каких-то вот этих, а таких, более-менее здравомыслящих людей, которые говорят, что проводят некоторые параллели с походом, там, Дудаева-Басаева, да, то есть, и каким-то Хасавьюртом. Вот вы сейчас все красиво закруглили под Хасавьюрт условный, но его может и не быть, может пойти, вообще, сценарий совершенно по-другому. Что предпримет Кремль Путин, которого уже внутри ястребы, говорят, давай ядерку, давай мобилизацию, давай вот это все, раздавим эту Украину и забудем, как и звали. Раздавить Украину нельзя, ничего не получится. У них нет ресурсов ни раздавить Украину, ни оккупировать Украину, ни завоевать Украину. Любой военный эксперт скажет, что для этого нужно, там, им еще полтора миллиона обученных солдат, а 1150 хорошо профессионально обученных офицеров, у них это нет, и огромное количество вооружений, ракет и так далее. Поэтому захватить, подавить, оккупировать, уничтожить, все это ерунда. Что касается применения ядерного оружия, ну да, есть силы, кто провоцирует. Я думаю, что мы с тобой не будем подталкивать Путину к этому решению, не надо его подталкивать. Я думаю, что есть ряд внешнеполитических сдерживающих факторов, через которые, надеемся, никто не перейдет. Есть мировая элита, есть мировое закулиссие, есть те, кто держит финансы, все финансы, всех людей финансы, ну и так далее, ты понимаешь, о чем я говорю. Надеемся, что этого не случится. Более того, ты правильно сказал, что Путин там не самый большой ястреб. Многие, зная многих из кремлевской элиты, говорят, что по сравнению с некоторыми Путин либерал. Вот, поэтому не знаю, кто к чему его призывает, но как раз то, что ты говоришь, как раз подтверждает мою логику того, как я давал оценку этой операции. Растеряно российское руководство. А как же в состоянии растерянности ты можешь выставлять ультиматумы за большим столом переговоров с большими дядями? Ну, разве я не прав, Саш? Или ты, значит, воинственно вот такой вот, да, снисходительный, очень сильный. Стола нет. Стола нет, вы услышите меня, нет стола. То есть, если бы это... Подождите, если бы было сказано, окей, там, вот этот там дедлайн, там, не знаю, в Саудовской Аравии или где-то, а тут Украина пошла, и вот сели за стол, и вот это поменяло игру. Стола не предвидится. Нет, ты сейчас говоришь про стол, там, где манную кашу раздают, да, в детском садике, нет, так же не бывает. Для того, чтобы люди, для того, чтобы мировые политические игроки сели за стол, они до этого должны о чем-то договориться. За столом уже подписывают бумаги. Да, это для нас, для зрителей, за столом идет дискуссия. Получается, мы о чем-то договорились, а Украина сорвала договоренности. Нет, пока еще не договорились, нет. Идет просто процесс переговоров, и Украина увидела, что Запад начинает как-то так немножко, ну, реагировать на ультиматумы Путина. Как-то так вот они начинают вестись на эту вот позицию. У Украины нет успехов на фронте, российская армия там на востоке двигается потихонечку, Путин раздухарил, то есть все же это вместе. И как бы, да, немножко диалог начинал смещаться по своей оси. Так вот, та растерянность, которая сегодня происходит в руководстве Кремля, как раз и отрезвляет западные головы от того, чтобы не вестись на ультиматумы Путина. И еще раз я говорю фразу, которую ты, может быть, не заметил. Ребята, третьи сутки Китай молчит. Не потому ли, что астахренело ему уже это все? Все молчат. Как вы считаете, Курская операция идет Путину в плюс в его вот этих вот геополитических играх мускулами с Китаем, Глобальный Юг, Африкой или в минус? Если кто-то из телезрителей хочет сказать, что операция вооруженных сил Украины Путину играет в плюс, ребят, я тогда умываю руки, тогда напишите Александру Шелестову. Нет, подождите, давайте, это, кстати, хороший такой посыл, давайте анализировать. Мы же с вами по пятницам пытаемся анализировать, а не каким-то образом строить замки из песка или какую-то картину мира. Но вот смотрите, Украина до этого момента была страной, которая отражала агрессию мощного противника, билась как могла за свое. Мы этот статус потеряли, потому что мы уже играем по-другому. Соответственно, затея вторжения на территорию, исконную территорию Российской Федерации, молчание, я с вами согласен, молчание это прекрасно. Мы не говорим, что мы там захватываем, есть, конечно, там разные, прости господи, которые там укрпочты собираются открывать представительство в судже и такое, но это как бы такой истерика идиотизма, я считаю. Но официально мы молчим, да, то есть мы не говорим, не заявляем о своих планах на условно захваченную территорию в Курской области. Это правильно, но по большому-то счету мы все равно теряем этот статус. Вот понимаете, стоило нам два с половиной года воевать, призывать мир, помогать, тащить сюда все, людей, силы, ресурсы, чтобы потом взять и идти на Курскую область, где россияне скажут, а, ну понятно, что там, страйкеры, да, вот эти, ну там, Хаймарс сейчас загадка, стреляют или не стреляют туда, западное оружие, вот, пожалуйста, смотрите, да, вот, запад нас атакует. Потому что вы когда, вы когда пробрасываете, то есть вы же как, вы говорите, большой стол, куларные переговоры, все, вы Украину как бы вот в лоно запада, вот, мы как бы часть запада, мы вот перебираем. Я понял, я понял. Ну так давай, поиграем тогда в эту игру. И что скажет Китай, что НАТО атаковало Россию? Скажи, пожалуйста, Украина имеет право бить, проводить спецоперацию по стратегическому аэродрому в Морозовске и в Липецк-2, в попытке уничтожить те склады с боеприпасами, которые летят и уничтожают Украину. Умеем право? Это не заход на территорию и... Я просто спрашиваю, имеем право? Прокупаться. Это разные вещи. А здесь мы провели спецоперацию, мы не собираемся захватывать территорию. Если ты вернешься... Мы не знаем, что мы собираемся делать с теми территориями. Ну, я так думаю. Не, мы не знаем, я же свою точку зрения. Я думаю, что пройдет какое-то там, ну, пройдет какое-то время, день, два, три, четыре, ну, ну, понятно, там, небольшие же какие-то наши подразделения, потому что там не десятки тысяч, да, мы же на Воронеж не идем. Да, это показательная просто операция, это усиливает... Форс пишет три бригады, две тысячи человек, то есть... Ну, не знаю, Саш. Всего десять тысяч человек там на том направлении, это пишет Форбс. Я не буду комментировать то, что пишет Форбс, потому что Форбс не является... Ну, я не знаю, как комментировать. Сказать, да, окей, две тысячи, принимаем это или не, не знаю. Ну, мы не знаем этого досконально, мы этого не знаем. Причем, смотри, Пентагон молчит, НАТО молчит, все мировые СМИ молчит, вдруг Форбс, да, пишет две тысячи. Ну, пусть будет две тысячи, хорошо. Не знаю. Так вот, мы же все понимаем, что, ну, так или иначе, там, рано или поздно наши спецподразделения оттуда дойдут. Это же операция была... Ну, я не хочу сейчас тратить время и повторяться, я пойду по кругу. Я обозначил тебе, со мной можно соглашаться или нет, обозначил тебе все цели и задачи информационно-политического, психологического аспекта на кануне выборов, в чем это усиливает нашу позицию, в чем это охлаждает немножко вот это вот, да, путинские ультиматумы и так далее, и в чем эта попытка, попытка, я не знаю, чем она закончится, но это попытка внести разногласия во взаимоотношения России с ее партнерами. Что получится, не знаю. Продолжение следует...